Наложил арест на аэропорт одесский, международный. Я принимал решение, передал его управлением национальному агентству по выявленному управлению имуществом, которое было добыто в средствах коррупционных преступлений. Ну и так цепочка продолжалась. Кстати, я еще раз говорю, я готов ответить на любые неприятные вопросы, некоторые для меня очень неприятные вопросы, поскольку они касаются и морального состояния, и душевного состояния. Я считаю, в этом решении есть политическое состояние являющее. Мне есть чем гордиться. Я еще раз говорю, я рассмотрел материалы по высшим должностным лицам государства, проверяли их, и декларации. Это небезозвестное дело в отношении заместителя председателя службы безопасности Украины. Это в отношении сына министра внутренних дел Авакова. Это в отношении Корчак. Это в отношении Дины Пимаховой. Я давал, точнее не давал, я завуалирую свой ответ. Я рассматривал материалы по составляющей цены на газ для населения. В связи с чем такая цена для населения. Почему кабинет министров именно эту цену для населения определил. Я занимался множеством других. Министерством обороны, заместителями министров обороны. Ну и так далее. Список достаточно солидный и серьезный. Список солидный, а выход? Вы знаете, вы же должны понимать, что как бы там ни критиковали работу антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, я тоже пока не кнулся и не посмотрел, чем они занимаются. Казалось бы, а да, почему выход такой? Ну то, что идет активное противодействие сказать, вот их работе, это ничего не сказать. То есть это высокоинтеллектуальное преступление. Это достаточно высокопоставленные люди, которые задействованы были в этих схемах. Это очень хорошие адвокаты. Ну и так далее. И объем работы, там некоторые экспертизы около года длятся. Я достаточно осведомлен на тех делах, о которых вы говорите, почему нет выхода. Есть, например, по знаменитому бронетанковому заводу львовскому, сейчас рассматривается дело в суде в Соломинском. Я к счастью или к своему несчастью за рассмотрение этого материала, ну просто это уже не секрет, я думаю, на сайте Выше Рады Правосудия есть сведения, мне объявили выгод. Я активно доказывал свою позицию о том, что во время войны, когда наши родители, 80-летние, из своей пенсии, копейки платят, военный сбор, население наше, которое получает копейки, мизерные заработные платы, с трудом существуют, выживают. В это время руководители бронетанкового завода вместо 40 новых двигателей на танки, которые потом пошли в зону АТО, и не все дошли, поставил списанные, капитально отремонтированные, погоняли бумажки с одних ферм в другие, что якобы это новые поставленные двигатели на Т-72 танки. Это 40 двигателей и 4 коробки передач. Я рассмотрел материал, передал его личное имущество в управление, в агентство, в национальное агентство, потому что так и сохранить было бы имущество, и так в случае признания его виновным, у государства будет возможность компенсировать вот эту сумму, которая была фактически похищена. Была похищена 14 миллионов. Это мой, я начал, кстати, об этом начал говорить на заседании Высшей Рады правосудия доказывать, за то, что я еще стал привлекаться, я так понимаю, мне еще добавили висками, дополнительно лишили доплаты. Я вот о чем говорил, я повторяю вам слово в слово. Я сказал, я имею совесть и честь, я когда приезжаю, мне стыдно смотреть людям, которые ходят там, хлеб не могут купить, а у них с этого время войны судебный сбор, то есть военный сбор, ну и так далее. А формально сказали, что ты типа не мог передавать, это не вещественное доказательство, это просто арестованное имущество. А вещественное доказательство, это что, у нас двигатели, которые списаны, это снять с танков и передать в управление, ну списанные двигатели, смысл. Или вот по этой логике надо идти, преступника заставили в тапочках, которые в крови, это тапочки надо передавать в управление, в национальное агентство. Национальное агентство само формировалось и было создано, и Украина является подписанством договоров международных, которые ратифицированы в Верховной Раде, по борьбе с отмыванием вот этих доходов и конфискации имущества найденного. Так вот, в 2015 году, когда создавалось это агентство, Украина взяла на себя обязательство разыскивать это имущество, конфисковать и компенсировать ущерб, который причинен. Благодаря принятию этого закона Верховным Советом, Украина получила транш от Европейского Союза 1,8 млрд евро. Благодаря этому принятию закона Украина получила безвизовый режим. Ну вот, понимаете, в чем цинизм ситуации? Ну, я понимаю, когда судей наказывают за то, что он выводит это имущество на какие-то подконтрольные, чьи-то коммерческие структуры и так далее. У меня еще есть масса дел, за которые меня вызывают тревогу. Я рассматривал материалы по выводу 4 млрд, около 5 млрд гривен в офшоры. Ну и так далее можно перечислять, там масса вопросов. То есть эти дела могут просто закрыть? Нет, они находятся в стадии расследования. Причем, нет, не закрыть, я имел в виду, что я как следственный судья принимал участие в рассмотрении. То есть вот к самым таким значимым экзонансным делам, я так или иначе судья, Соломинского судья, как следственный судья, принимал участие в их рассмотрении. А скажите, вот такие командировки как часто практикуются? И это для усиления того суда или для вашей практики какой-то? Нет, это больше было для усиления суда, потому что там практически осталось небольшое количество судей. Но это такой опыт приобретенный, я просто еще раз говорю, что он и горький опыт для меня. Вы стесняетесь там, наверное, спросить за ДТП? Да. Да, я вот ожидаю этого вопроса. Мы готовимся задать этот вопрос. Сегодня или завтра будет прекращено вообще производство. Тут знаете, то есть...